Упование наше! Слава Тебе! Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови! Христос, истинный Бог наш, молитвами причисто, и Своей Матери всех святых помилует и спасет нас, всяко благо и человека любит. Аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Наступающая неделя называется «Неделя о блудном сыне». Предыдущая была мытарь и фарисея. Церковь готовит нас к оприще Великого Поста, приводит нас к покаянию. Там мы видели, как зашли в храм молиться два человека, были фарисеи, мытарь, как молился один. Все у него было, говорит, и добродетель была у него. Все, постился два раза в неделю, десятину, платил не одну, платил. Все, благочестив был и заповеди исполнял. Я не такой, говорит, только единственное, что это было у него, что осуждал других и превозносился. Я не таков, как вон тот мытарь и прочие люди. А тому нечего было сказать. Он боялся, говорит, поднять небо к небу, потому что небо его осуждало. На людей посмотреть, все с укором на его смотрели. Мытарь – это налоговый инспектор. Они брали всегда больше. Даже мы помним еще на нашей жизни, как последнюю из двора уводили овечку, теленка. Надо, а нечем. Надо, все забирали. А как семья будет, чем детей кормить? Детей там много, ни один, ни два было. А это никого не касалось как. Забирали последнее все. Держишь ты овцу или нет, а шкуру овечу сдай. Есть у тебя курица или нет, сто яиц ты принеси, сдай. В магазин сдавали, так приходили в магазине и покупали. Купят, а потом их сдают. Уже яйца эти туда. Вот так вот было. Корову держишь, держишь одна корова. Было. 350 литров налог. Потом еще 300 литров фонд обороны. Еще 300 литров добровольная закупка. Ну, а за ничего не платили. Все. Оставалось-то, что корову у нас не по 30 литров дают там. Но обратно получали взамен молока обратно. А брат пили, ели. Вот это налоговый инспектор. И этот мытарь был такой же. Поэтому, но он только одно. Боже, милости будь ко мне грешному. А сегодняшняя неделя о блудном сыне. Завтра будем читать Евангелие от Луки, 15 глава. Об этом. И песнопения все были. Конечно, были бы они более понятны и много. Содержательное об этом говорится. Из треводи постной. Ну, вот у святителя Иоанна Златоустова, из его беседы, небольшие поучения о путях покаяния. Итак, великий путь покаяния ты имеешь в милостыне, которая может освободить тебя из уст греховных. Но есть для тебя и другой путь покаяния, также весьма удобный, через который можешь освободиться от грехов. Молись каждый час. Не изнемогай в молитве. И не леностно умоляй человека любие Божие. А Бог не отвратится от постоянно молящегося. Но простит тебе грехи твои и исполнит прошения твои. Если ты, молясь, будешь услышан, продолжай молиться, чтобы принести Богу благодарение. Если не будешь услышан, пребывай в молитве, чтобы быть тебе услышанным. И не говори, много я молился и не услышан. Потому что и это часто бывает для твоей же пользы. Бог знает, что ты ленив и беспечен. И что если получишь нужное, отойдешь и больше не станешь молиться. И вот самую нуждую заставляет тебя чаще беседовать с Богом и упражняться в молитве. Если ты в такой нужде, имея надобность, ленишься и не продолжаешь молитвы. Что было бы, если бы ты ни в чем не нуждался? Итак, пребывай в молитве, возлюбленный, и не ленись. Потому что молитва может совершить многое. И не приступай к молитве, как к маловажному делу. А что молитва доставляет прощение грехов, это можешь узнать из Божественного Евангелия. Что же оно говорит? Подобно Царству Небесному человеку, который запер двери свои и лег спать с детьми своими. Между тем вечером пришел некто взять у него хлебов. И стучит, говоря, отвори мне, мне нужны хлебы. А он ему, не могу дать тебе теперь, потому что легли спать и мы, и дети наши. Тот продолжал стучать в дверь, а этот опять говорит к нему, не могу тебе дать, потому что легли спать и мы, и дети. Но тот и после этого продолжал стучать и не отходил, пока домохозяин не сказал, встаньте, дайте ему, и пусть он отойдет. Вот из Евангелия от Луки в 11 главе об этом говорится. Итак, Писание учит тебя молиться и никогда не унывать, но и тогда, как не получишь просимого, пребывая в молитве, пока не получишь. Когда падает человек, уловленный и незринутый грехом, когда потом будет угрызать его совесть, и он непрестанно, памятуя о грехе, подавляется чрезмерно печалью, каждый день горит в огне, и несмотря на множество утешителей, не может и не получает утешения. Тогда, войдя в церковь и услышав, что многие из святых после падения восстали и снова вошли в прежнюю славу, непременно получат утешение. То есть здесь говорит о том, что нужно смотреть. Нам-то легче сегодня спасаться. У нас есть примеры. Про нас прошли сколько веков христианство? В первые, вторые, третьи века. Вот мы сегодня совершаем память новомученика, исповедника в церкви российские, которые пострадали в прошлом веке. Были же сколько там? Десятки, сотни тысяч расстрелянных. А то и больше еще, можно сказать, и на миллионы пошло сколько. В одной могиле нашли сразу 60 священников, где-то в Красноярской тайге были расстреляны. Притом людям мы, согрешив, часто не смеем открыть своего греха, потому что нам стыдно и совестно. А если и откроем, то не получим такой пользы. Но когда Бог утешает и касается нашего сердца, тогда сейчас убежит всякая сатанинская печаль. Для того и описано нам падение праведных, чтобы и добродетельные, и грешники получили от них величайшую пользу. Ежедневно читаем 50-й псалом. Написал его пророк Давид. Все говорят, а вот царь я согрешил. Ну а дальше покаяниев оставилось нам в пример. Помилуй меня, Боже, повеликой Твоей милость, и множество дро Твоих, очисти вся беззаконие мои. Грешник не приходит в отчаяние и безнадежность, видя, что другой пал, и однако же мог опять восстать. А добродетельный будет ревностей и благонадежнее, когда он увидит, что многие из тех, которые гораздо лучше его пали, то вразумляемый страхом их падение будет всегда бдителен и покажет великую внимательность самому себе. Видишь, как ее коснулось собеседование. И таким образом, один усовершенствуясь и в добродетели, а другой грешник, избавляясь от отчаяния, первый будет стоять твердо, а последний скоро возвратится в то состояние, из которого не спал. Итак, древние повествования, писания подают всем желающим достаточно для скорбящих врачество, как в собственных греховных, в обстояниях греховных, так и в приключающихся опасностях. В болезнях телесных, если больной смотрит на других больных, он через это увеличивает свои болезни, а часто получает и новые болезни. Например, некоторые увидели больных глазами и сами получали болезнь от одного взгляда. Но в болезнях душевных не так, а напротив. Часто размышления о потерпевших одинаково и с нами бедствиях облегчают для нас скорбь о наших бедствиях. Аминь. Срани всех, Господь. Спасибо.